Документы на недвижимость У нас в гостях Ольга Булатова, консультант Нотариальной палаты Самарской области. В студии работает телефон прямого эфира. Мы ждем ваших вопросов. Приватизация началась в России в 1991 году. С тех пор уже много раз ее продлевали. Что касается Самары, то пик ее пришелся на 2005 год. Тогда оформить квартиры в собственности изъявили желание 175 тысяч человек. Дальше был резкий спад. Причем депутаты высказывали мнение, что нужно заканчивать с приватизацией. Мотивируя это тем, что желающие нести ответственность за квартиры уже их приватизировали. Остальные не станут ответственными квартиросъемщиками. Они не хотят нести связанные с наличием собственности расходы. И тем не менее срок приватизации решили снова продлить. На этот раз до 1 марта 2016 года продленный срок оформления документов подачной амнистии. И сегодня об этих вопросах мы будем говорить с нашей гостью. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну давайте, конечно, начнем сначала, раз уж у нас предполагается цикл передач, то, конечно, начнем с первого вопроса, с того, что собой представляет нотариат и какие вопросы в компетенции нотариусов. Заодно и сориентируем наших телезрителей, чтобы они все-таки экономили и свое, и наше время задавали по сути вопросы по вашей компетенции. На сегодняшний день нотариат – это один из прогрессивных институтов правовых, который призван не только правоприменять законы и помогать гражданам при совершении нотариальных действий, но в первую очередь нотариус, являясь адвокатом обеих из сторон, каждый из сторон, помогает людям реализовывать их права и законные интересы, соблюдать, а также радеет за чистоту совершенных сделок. Поэтому, когда мы говорим о роли нотариуса, в частности, при совершении сделок с недвижимостью, только нотариус – единственное звено, единственная юридическая профессия, которая позволит защитить и оградить гражданина при совершении сделки с его недвижимым имуществом. Как известно, нотариусы необходимы для того, чтобы удостоверить какие-либо права. В основном, граждане знакомы с нотариусами в связи с оформлением наследственных прав, при удостоверении доверенностей, свидетельствении верности копий, при оформлении корпоративных отношений, ну и, конечно же, те правоотношения в сфере недвижимого имущества, которые на сегодняшний день очень важны, очень ответственны, они тоже не могут и, полагаю, не имеют права обходиться в отсутствии нотариуса, потому что только нотариус может обеспечить эти права. Телезрители у нас сегодня очень активны, уже есть первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, регистрацию прав на недвижимое имущество я могу осуществить у любого нотариуса? Или можно ли передать на регистрацию права, если сделки в нотариальной форме не было, например, долевка или наследство? Регистрацию права на объект недвижимого имущества осуществляет управление Росреестра, органы Росреестра. Нотариус же в данном случае помогает гражданину осуществить эту регистрацию, помогает без обращения самостоятельно в управление Росреестра получить уже готовый документ на основании как нотариально удостоверенной сделки. Если гражданин обратился за удостоверением сделки к нотариусу, то результатом будет не только удостоверение сделки сбора необходимых документов, но уже и выдача свидетельства о государственной регистрации права, эту выдачу осуществит сам нотариус, самостоятельно обратившись в управление Росреестра, зарегистрировав права покупателя. То же самое возможно осуществить и на основании свидетельства о праве на наследство. Если же, как задают в вопросе, не было изначально нотариально удостоверенного договора либо документа, положенного в основу возникновения права, нотариус в любом случае по желанию заявителя может передать заявление на государственную регистрацию вне зависимости от основания возникновения права собственности. Ольга, скажите, а какие изменения коснулись порядка совершения сделок нотариусами в этом году? С нового года были внесены изменения в основу законодательства в Российской Федерации нотариате, которые в первую очередь затронули и предоставили возможность осуществления расчета по сделкам с недвижимым имуществом через нотариуса посредством внесения денежных средств, которые должны быть переданы по сделке, в депозит нотариуса для обеспечения обязательств исполнения по указанным договорам. Хорошо, есть еще вопрос телезрителей. Оформлюю наследство после отца, наследников двое, я и брат. Отношения не сложились. Наследственные дела, не знаю почему, завели не по букве и району жительства отца, а на другом конце города, где живет брат. Куда мне обратиться, чтобы дело передали нотариусу по букве? И почему так получилось? Никакой ошибки в данном случае не произошло. Да, до 1 января 2015 года оформление наследственных прав производилось по алфавитно-территориальному принципу, по букве, по району, по обывательским языкам. Говоря, с 1 января 2015 года оформление всех наследственных прав осуществляется по принципу наследства без границ. Что такое наследство без границ? Это значит, что наследник вправе обратиться к любому нотариусу в пределах одного нотариального округа, в котором проживал наследодатель на день смерти. Если мы говорим о городе Самара, и наследодатель умерший был зарегистрирован на день смерти в городе Самара, то получается, что можно обратиться к любому нотариусу города Самары, вне зависимости от районного деления внутри города. И здесь возникает уже, возможно, небольшие проблемы могут быть, как озвучил спрашивающий, кто первый из наследников успел обратиться к выбранному им нотариусу и завести наследственное дело. Остальные наследники связаны уже с его выбором. У нас заводится всего лишь одно наследственное дело в отношении одного наследодателя. Двух наследственных дел заведено не может быть, поскольку при заведении наследственного дела нотариус вносит сведения в единую информационную систему нотариата. И уже при последующем обращении даже к другому нотариусу, нотариус, проверяя данные единой информационной системы, уже увидит о факте заведения наследственного дела и разъяснит обратившемуся наследнику, куда необходимо обращаться. То есть, грубо говоря, если второй наследник одновременно с первым обратился только к другому нотариусу, это получается в единой базе данных? Да. Все сведения о заведенных наследственных делах отражаются в единой базе данных, которые видят все нотариусы. И даже если наследник находится в другом городе, соответственно, ему придется приезжать туда, где первый из наследников обратился. Условно говоря, первый наследник в Самаре, а другой в Москве. В любом случае, место открытия наследства – это последнее место жительства наследодателя умершего. Поэтому мы ориентируемся по месту регистрации наследодателя. И если у нас наследодатель был зарегистрирован в Самаре, то дело будет заводиться только лишь в Самаре. А вот уже какой из нотариусов в городе Самара – это выбирают сами наследники? Как я понимаю, очень внимательно уже телезритель прислал вопрос, правильно ли я понял, что в депозит нотариуса, возвращаясь к той теме, которую вы уже касались, теперь можно вносить деньги не только при неисполнении обязательств, но и по согласию сторон, как в банковскую ячейку. Да, верно. Если до 1 января 2015 года внесение денежных средств и ценных бумаг в депозит нотариуса возможно было только лишь в случаях, предусмотренных гражданским кодексом, а это, как верно отмечено, неисполнение обязательств, уклонение от исполнения обязательств, то на сегодняшний день по соглашению сторон сделки уже стороны могут самостоятельно определить основания внесения денежных средств в депозит нотариуса, а также основания для выдачи нотариусом этих денежных средств. Хочу уточнить, что мы в данном случае можно говорить как о сделке, совершенной в простой письменной форме, так и о сделке, совершенной в нотариальной форме, вне зависимости от избранной формы сделки. Единственное, что будет отличаться, это размер нотариального тарифа. Если внесение денежных средств в депозит осуществляется на основании нотариальной сделки, размер тарифа, конечно, будет намного лояльнее. Он будет составлять фиксированную сумму, если я не ошибаюсь, полторы тысячи рублей. А при внесении в депозит денежных средств по иным основаниям, не связанным с нотариальным удостоверением сделки, размер нотариального тарифа уже зависит от суммы денег, вносящихся в депозит. Еще один телефонный звонок. В 1993 году приватизировала квартиру с частными удобствами. В 1994 году, то есть на следующий год, как очереднику, мне выделили квартиру в новом доме. При оформлении заставили расприватизировать квартиру, ту, которая была. Иначе бы не получила новую. Имели право приватизировать квартиру сейчас, эту новую, спрашивает Елизавета Андреевна. Право приватизации предоставлено законодателям всего лишь один раз. Поэтому использовать это право можно. Вы его использовали, затем от этого права вновь отказались. И в отсутствии уже на сегодняшний день право приватизации оказалось неиспользованным, поскольку вам не принадлежит квартира, жилое помещение, перешедшее по бесплатному основанию в порядке приватизации. Еще один вопрос. Как можно приватизировать квартиру, если в квартире проживают две семьи, и одна семья не хочет приватизировать квартиру, а у другой семьи ребенок-инвалид? Как защитить права ребенка? Наталья Валентиновна спрашивает. Право приватизации принадлежит всем гражданам, которые зарегистрированы в данном жилом помещении. И поэтому реализация права на приобретение бесплатно в собственность, она должна быть одномоментная. Если мы говорим о несогласии одних из лиц, проживающих в этом жилом помещении, это несогласие может быть в двух формах. Одно из них отказ от использования своего права приватизации, фактические выражения согласия на приватизацию без его участия, и квартира будет передана другим лицам, зарегистрированным в этом жилом помещении. Полагаю, что все-таки ситуация немного иная, когда безусловный отказ. Не надо и все, пусть все остается так, как существует. Да, получается, что отказ, если я вас правильно понимаю, он требует какого-то письменного подтверждения. Это нотариальное удостоверение. А в данном случае, видимо, люди просто ничего не хотят предпринимать. В такой ситуации. Да, бездействуют, наверное, и не отказываются, и отказ не выражают согласие на участие иным лицам. В данном случае защита прав, в том числе и нетрудоспособных граждан, может осуществляться только лишь в судебном порядке. То есть вот эти вот соседи, которые желают приватизировать квартиру, они должны, получается, на своих соседей в суд как-то подать за отказ? Да, они в судебном порядке должны пытаться реализовать предоставленное им право на получение бесплатного этого жилья, поскольку злоупотребление правом, а усматривается, что в действиях соседа все-таки злоупотребление правом, эти действия можно квалифицировать как злоупотребление правом, злоупотребление правом не должно нарушать прав и законных интересов других лиц. То есть я правильно поняла, формулировка заявления в суд должна звучать, что именно злоупотребление? А признание права на недвижимость? Скорее всего, да. Признание права в порядке приватизации. Еще один вопрос телезрителей. С какими документами наследник должен обратиться к нотариусу для заведения наследственного дела? А какие документы необходимо получить, а самое главное, где их получить для выдачи свидетельства о праве на наследство? Первое. Претензии кредитора, который поступил нотариусу. Если же мы говорим об обычном случае, в данном случае необходимо, конечно, свидетельство о смерти представить нотариусу, поскольку нотариус на основании данных свидетельства о смерти будет осуществлять розыск аналогичных наследственных дел. Не заводилось ли аналогичное наследственное дело в единой информационной системе, сведения будет проверять и вносить при заведении наследственного дела эти сведения в единую информационную систему. Заявление о принятии наследства. Нотариус это заявление поможет составить. Документы, подтверждающие основания для призвания к наследованию. Что это может быть? Это зависит от оснований наследования. Либо в случае наследования по закону это документы, подтверждающие родственные отношения. К наследникам, в первую очередь, как мы знаем, относятся дети, супруг, родители, наследодатели. Это могут быть свидетельства о заключении брака. Это могут быть свидетельства о рождении. В случае перемены фамилии, имя, отчество документы, подтверждающие их изменения. Либо это может быть завещание. В случае, если наследование осуществляется на основании завещания. Затем документы о наследственном имуществе. Если изначально этих документов нет, либо возникает проблема для предоставления документов, нотариус может и обязан осуществить содействие наследнику для получения необходимых документов. Каким образом может быть осуществлено это содействие? Либо направление соответствующих запросов в отношении денежных средств, хранящихся в кредитных учреждениях, в банках, в электронном виде взаимодействия с Изберегательным банком России, в настоящий момент у нотариусов осуществляется. Нотариусы направляют в электронном форме запросы, получают ответы о наличии денежных средств, хранящихся на счетах наследодателей. Данные запросы нотариус направляет бесплатно. В отношении объектов недвижимого имущества, также электронный порядок взаимодействия с органами Росреестра и нотариата на основании соглашений, которые уже действуют давно, нотариус самостоятельно и бесплатно получает сведения о зарегистрированных правах, о наличии ограничений, обременений. Если права были зарегистрированы и документы правоустанавливающие утеряны, либо, ну, тоже такие варианты бывают, удерживаются другими наследниками, либо лицами, не являющимися наследниками, каким-то образом пытающимися препятствовать, нотариус сможет получить справку о содержании правоустанавливающего документа. Никаких судебных разбирательств не потребуется. Очень многих большой волокиты также можно будет избежать. Ну, и в отношении иного наследственного имущества, потому что варианты различные, варианты огромные, также нотариус по просьбе наследника может направить запросы в любую организацию для того, чтобы определить состав наследственного имущества. Ольга, скажите, а кто будет виноват, если в результате каких-то, может быть, ошибок нотариуса человек потеряет право на недвижимость? Нотариус, наверное, не имеет права ошибаться. Точно не имеет права ошибаться. Но если вдруг получится таким образом, что в результате промашки нотариуса, умышленной, неумышленной, будет нанесен ущерб имуществу гражданина, нотариус будет нести ответственность. Нотариус несет личную, полную имущественную ответственность и обязан погасить тот ущерб, возместить тот ущерб, который он причинил в результате совершения либо несовершения, неправомерного отказа в совершении нотариального действия. Ну, наверное, несовершение-то совсем трудновато доказать. Одно дело, неправильное совершение, оно уже документально подтверждено, а допустим, несовершение каких-то действий. Перечень отказа в совершении нотариального действия, а основания для отказа в совершении нотариального действия, они четко указаны в законе, в основах законодательства Российской Федерации на нотариате, и перечень оснований для отказа, исчерпывающие, закрытый, нотариус, отказывая по просьбе лица, обязан в течение 10 дней с момента отказа в совершении нотариального действия вынести постановление об отказе в совершении нотариального действия. И оно должно по каким-то пунктам соответствовать. Ответственность нотариуса подлежит страхованию. Нотариусы как самостоятельно страхуют свою деятельность, так и нотариальные палаты, обязанные страховать деятельность нотариусов. Более того, изменения в законодательство, которые были внесены в 2015 году, подразумевают создание компенсационного фонда федеральной нотариальной палаты. Это обособленное имущество, принадлежащее на праве собственности в федеральной нотариальной палате, которое создается также для обеспечения возмещения ущерба, который будет причинен нотариусам в случае недостаточности собственных средств, недостаточности страхового возмещения. После этого уже будут обращаться к средствам компенсационного фонда. Ну а на какую же сумму в таком случае страховка рассчитана? Есть же там потолок? Страхование на сегодняшний день 5 миллионов рублей. Это зависит от территории деятельности нотариуса, сельский нотариус, либо нотариус осуществляет нотариальную деятельность в городе, а также если нотариус совершает сделки, связанные с залогом недвижимого имущества, он обязан застраховаться на минимальная сумма. В данном случае 5 миллионов рублей. Но по желанию нотариуса он может страховать свою деятельность и на более высокую сумму. Здесь потолка предела нет, есть минимальные размеры страховой суммы, которые определены законодателем. А в услуги нотариуса сумма этой страховки входит? Вот для человека что-то меняется? Понятно. Еще один вопрос телезрителя. Мама умерла в 98 году, не стали оформлять право на наследство. Квартира приватизирована, была с сестрой, никто не оформил квартиру. Сейчас оформляем, я отказалась от своей доли в пользу сестры. Но нам не разрешили и сказали, чтобы на двоих оформляли. Имеет ли право отказаться наследник от своей доли в пользу другого, спрашивает Вера Александровна. Квартира еще раз была не приватизирована? Так, квартира приватизирована была с сестрой, никто не оформил квартиру. И сейчас они, получается, оформляют. И автор письма отказался от своей доли в пользу сестры. Но им не разрешили этого сделать и сказали, что они должны оформить все это на двоих. Конечно, необходимо более точно знать ситуацию. Но полагаю, что данная ситуация развивалась следующим образом. Отказаться от наследства можно. И законодатель предусматривает 6-месячный срок, в течение которого наследники, которые призываются к наследованию, в данном случае наследниками, призываемыми к наследованию являлись дети наследодателя, имеют право принять решение, принимать им наследство, либо не принимать. Если мы говорим о принятии наследства, оно осуществляется двумя способами. Либо путем подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства, а также иной способ – это фактическое принятие, вступление во владение и пользование наследственным имуществом. Скорее всего, здесь был факт принятия наследства, который в чем может выражаться? Это регистрация по одному месту жительства с наследодателем на день смерти. Это проживание в наследственном имуществе. Если наследником были погашены долги, либо наследник нес бремя содержания имуществом, значит, он фактически наследство принял. И вот уже приняв наследство, фактически, либо по заявлению, по истечении шестимесячного срока, наследник отказаться от принятого наследства не имеет права. Закон это запрещает. Учитывая, что дата смерти достаточно давняя, полагаю, что из документов усматривается, что наследник принял наследство фактически, и уже отказаться на сегодняшний день, да, он не может. Ну и как теперь поступить? Оформлять наследственные права и получать свидетельство о праве наследства будут те наследники, которые наследство приняли. Если же это имущество не нужно, не требуется, и волеизъявление направлено на то, чтобы передать его безвозмездно сестре, то это необходимо будет оформить договором дарения. Хорошо. Еще один такой очень развернутый вопрос. Квартира приобретена в ипотеку в браке, оформлена как совместно нажитое имущество. Сейчас она в ипотеке по-прежнему. С мужем мы развелись. В квартиру были вложены средства материнского капитала, поэтому спустя полгода после ее полной выплаты необходимо будет оформить квартиру на три равные доли. По словесной договоренности мы с бывшим мужем решили, что квартира и обязательства по ее выплате лягут на меня. Нужно оформить бумагу, например, обещание дарения, чтобы у меня была гарантия того, что раз я выплачиваю эту ипотеку, в будущем бывший муж не будет претендовать на жилплощадь и перепишет свою долю на общего ребенка. И сделать это надо сейчас, а не тогда, когда квартира за мой счет будет выплачена, а бывший муж откажется переписывать свою долю. Правда, немножко непонятно. Материнский капитал на четверых, значит, должно быть, когда двое детей. Немножко непонятный вопрос такой. Попробуем разобраться в любом случае. Брак расторгнут. Учитывая, что имущество было приобретено в браке, не только имущество, но еще и обязательства были в браке. Также обязательства по кредитному договору являются совместными. В данном случае необходимо определить, разделить имущество и обязательства после расторжения брака. Там уже, по-моему, погашен, да? Выплачен кредит? Нет, я так поняла, что он платится, оплачивается кредит. Кредит взят в браке. В браке, да. И он до сих пор платит теперь женой, получается. Да, поэтому целесообразно сначала будет определить права, имущественные права и обязанности бывших супругов. Это соглашение о разделе совместно нажитого имущества. В данном случае они самостоятельно принимают решение, каким образом будут его делить. Ну вот, получается, жена взяла на себя все расходы по погашению кредита и взамен хочет какую-то бумагу, какую-то документацию. Вот это как раз будет соглашение о разделе. Потому что говорить о неком обещании дарения, для того, чтобы заключать договоры об обещании дарения, у супруга-то еще также необходимо выделить свою долю. А в браке доля выделена не была, это было совместное имущество. Ведь собственность общая, совместная. Поэтому первоначально определив либо доли супругов, равные, неравные, соглашением о разделе совместно нажитого имущества, либо в результате этого соглашения можно вообще, результатом заключения этого соглашения, стать передача всей квартиры в собственность супруги, в том числе и кредитных обязательств. А вот уже после того, когда будут определены имущественные права бывших супругов, дальше необходимо смотреть, что же у нас будет с исполнением обязательства по материнскому капиталу. После погашения кредита, обязательство давалось в браке, это недвижимое имущество должно, если бы брак не был расторгнут, должно было быть оформлено в долевую собственность между супругами и детьми. Размеры долей в данном случае мы определялись бы по соглашению. Брак расторгнут. И, возможно, поэтому три человека, здесь у нас вопрос стоит по трем именно участникам сделки по уже распределению долей на основании реализации обязательства по материнскому капиталу, потому что бывший супруг, он может там и не участвовать, если изначально и верно соглашением определить порядок распределения как в будущем этих долей, так и порядок распределения имущества нажитого в браке. Конечно, однозначно, чтобы проконсультировать четко и правильно по этому вопросу, необходимо смотреть документы. Поэтому либо могут подойти, может подойти автор вопросов в Нотариальную палату Самарской области по адресу Ленинская, 228, со всеми документами, либо, думаю, к любому нотариусу, который также, посмотрев документы, окажет необходимое содействие и проконсультирует по этому вопросу. Ольга, у нас очень мало времени, хочется еще один вопрос озвучить. Ну, я не знаю, возможно ли на него коротко ответить. Умер отец, а меня нотариус не оповестил, что на все отказ подписываю. Я подписывала отказ от денег на сберкнижке. Был суд, и мою просьбу не удовлетворили. Как я могу вступить в наследство на дачу, спрашивает Ольга. Отказ, он безусловный. Если отказываются от наследства, конечно, отказываются от всего имущества. И однозначно, вот в отказе, если вы сходите и ознакомитесь, ознакомится гражданин с документом, который подписан им, там указано о том, что отказ бесповоротный, отказ от всего имущества. Ну, полагаю, как правило, да, потому что форма утвержденная, нотариус обязан разъяснить эту статью. Если же все-таки говорят, что якобы не разъяснили, там, недопоняли. Совсем не остается времени. Ну, давайте я вам передам телефон телезрителя после эфира. Спасибо вам большое, Ольга, за то, что были сегодня с нами и компетентно ответили на все вопросы мои телезрители. Вам тоже спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»